Нетрезвых водителей на дорогах Беларуси стало меньше. В Верховном суде оценили эффективность конфискации машинонарушителей и выработали рекомендации для судов, как рассматривать дела, связанные с дорожно-транспортными происшествиями. По сути, детализированы положения Уголовного кодекса, где однозначно говорится о так называемой спецконфискации машины, если водителя дважды остановили пьяным за рулем. Исключение, если автомобиль украден или числится в угоне. В год в стране останавливают более 25 тысяч пьяных водителей. Но сейчас эта цифра пошла на спад. Судимость снизилась также практически в два раза, а судимость пьяных водителей, то есть именно вот, которые непосредственно управляли транспортным средством состояния алкогольного опьянения, она уменьшилась даже больше, чем в два раза. То есть на людей существенный отрезвляющий эффект эти меры оказывают. Особенно, когда мы понимаем, что конфискованным может быть не только их собственное транспортное средство, а принадлежащее другому человеку, то, видимо, и желающих передать в управление свое собственное транспортное средство, как правило, дорогостоящее, непонятно кому, и непонятно под какой риск оно, видимо, тоже уменьшилось. Поэтому, действительно, это существенная серьезная профилактическая мера. Тем не менее, количество дорожно-транспортных происшествий по-прежнему остается высоким. С начала года в авариях в Беларуси погибли около 200 человек.